Акулы Агрессивная акула атаковала дайвера. Бычья акула Тигровая акула атакует морскую черепату. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большая белая акула атаковала дайвера. Большая белая акула не любит, когда кто-то нарушает границы ее территории. Морская хищница сперва кружит вокруг незваного гостя, как бы показывая свое недовольство. Если противник не уходит, то акула нападает. Но человек ей неинтересен как добыча. Акула мстит за вторжение на свою территорию. Дайвер успел доплыть до катера. Акула, бык. Бычая акула считается одной из самых агрессивных видов акул. И представляет большую опасность не только для человека, но и для многих жителей океана. Эти морские хищницы, как подводные гопники, которые нападают во время охоты на все, что движется. А также атакуют других акул. И даже представителей своего же вида. Бычи акулы предпочитают обитать в тропических и субтропических водах мирового океана. И часто заходят в реки на всех континентах, легко адаптируясь в пресной воде. Бывали случаи, когда эти акулы заплывали на тысячи километров вверх по течению. И были замечены в реке Амазонка на территории Перу. За более 4000 километров от устья в Бразилии. Бычья акула, довольно крупная хищная рыба, которая относится к роду серых акул и считается самой коренастой среди всех своих родственниц. Длина тела в среднем 2 метра, а масса около 150 килограммов. Но иногда встречаются более крупные особи, весом до 200 килограммов. Акула-бык обладает самым мощным укусом и сжатием челюстей, который даже превосходит силу укуса знаменитой большой белой и тигровой акулы. Тигровая акула Еще одна очень опасная и агрессивная акула, которая вырастает в среднем до 3-4 метров в длину, при массе около 400-600 килограммов. Эта полосатая хищница ведет в основном ночной образ жизни и предпочитает охотиться в одиночку. Тигровая акула питается всем подряд. Все, что попадается ей на пути, включая падалью и даже выброшенный мусор в море. Например, попробовать на зубок железные баки или автомобильные покрышки. Так же, как и бычья акула, не брезгует каннибализмом и может напасть на другую более мелкую акулу. Тигровая акула считается одной из наиболее распространенных видов акул, живущих сегодня на Земле. Встретить эту симпатичную рыбку возможно как в открытом океане, так и у побережья. Ареал достаточно обширный, но полосатая убийца предпочитает в основном теплые воды. Именно поэтому в холодные месяцы всегда держится ближе к экватору. Тигровая акула выглядит как торпеда с большой головой и тупым рылом в форме клина, а также с необычным тигровым окрасом. Но не размеры или воинственная окраска делает эту акулу опасным хищником подводного мира, а ее большая пасть и мощные челюсти с острыми зубами. Когда тигровая акула двигает своей челюстью, то каждый зуб становится маленьким лезвием, как у бензопилы. Этим смертельно опасным оружием она без труда разрезает любую плоть и даже панцирь морской черепахи. Большая белая акула Легендарная морская хищница, о которой рассказывали сотни страшных историй мореплаватели всех времен и народов. Королева океанов и древнейшая рыба, предки которой жили более 5 миллионов лет назад. Одна лишь мысль о кровожадном монстре наводит безумный страх у многих людей, когда они находятся в открытом океане, на круизном лайнере или на торговом судне. Большая белая акула или еще ее называют акула-людоед, так как она неоднократно нападала на человека, является одной из крупнейших хищных рыб на нашей планете. Размер взрослой белой акулы в среднем от 4 до 5 метров в длину при массе около 1000 килограммов. Но исторически даже были зарегистрированы особи длиной более 6 метров и весили под 2 тонны. Ученые раньше считали, что эти бездушные монстры всегда находятся в беспрерывном поиске пищи. Например, почувствовали потенциальную жертву и сразу же нападают. Но как выяснилось, белые акулы не так просты, как может показаться. Многолетние исследования доказали, что эти смертоносные существа всегда готовятся к атаке и не нападают на кого-нибудь просто так. Охота белой акулы всегда тщательно продуманное и спланированное действие. Эксперты говорят, что эти морские убийцы — чрезвычайно умные существа, мозг которых можно сравнить с мозгом некоторых млекопитающих. Они думают, выбирают тактику охоты и варианты нападения на свою добычу. Белые акулы также способны даже учиться на собственных ошибках, чтобы не повторять их в будущем. Большая белая, тигровая и бычья акула считаются высшими хищниками и находятся на вершине пищевой цепи. Но у этих смертельно опасных рыб есть злейшие враги, которых они боятся как огня. Это касатки или еще их называют киты-убийцы. Суперхищники Мирового океана или еще их используют.